Ребят, привет всем! Тема видеорегистраторов интересна многим, да и мне также хочется быть в курсе событий новинок. Больше года моим основным региком является Xiaomi 70Mai Pro. Но вот уже несколько дней я тестирую громкую новинку от бренда VFO, модель A119 версия 3, со съемкой Quad HD+, апертурой 1.6, суперконденсатором и двухдюймовым экраном, да и другими функциями. Как все работает и примеры видео смотрим и сравниваем с Xiaomi. Комплект поставки у меня средний. В коробке крепления, три крепления с трем скотчем, одно из которых с модулем GPS, салфетка, веревка для снятия, набор запасных кусков скотча, комплект органайзеров для прокладки кабеля, провод для подключения к компьютеру, кабель питания, адаптер для прикуривателя с двумя USB-выходами, комплект проводов с датчиком для постоянной работы парковочного режима. В более лучших комплектациях предусмотрена карта памяти до 128 гигабайт и поляризационный фильтр. Лучше брать с ним, тогда отражение торпеда вообще не будет в кадре. Обычно регистраторы с экраном большие, а здесь и 2 дюйма, и размеры весьма компактные. Сборка отличная, добротный монолитный кирпичик. Модуль GPS удобен тем, что питание подается в него, и при снятии установки регистратора нет необходимости отключать постоянно провод. Это хорошо. А вот сразу в минус занесу порт miniUSB. Ребят, честное слово, старая тема. Нужно уже Type-C ставить или по крайней мере microUSB. К слову, у Xiaomi microUSB. С левой стороны слот под microSD-карту, отверстие сброса и микрофон. С правой AV-выход и microUSB для питания, либо спряжения с компьютером. Под экраном 5 кнопок. Управление очень простое и понятное. Объектив подвижный, есть несколько позиций. Сенсор на 5 мегапикселей, Sony Staris. Установлено 7 лиц, угол обзора 140 градусов, апертура 1.6. Ночью должен снимать хорошо. Посмотрим и проверим, конечно. Аккумулятора нет. Установлен суперконденсатор, который позволяет записывать небольшой отрезок видео. Парковочный режим по заявлению производителя умный. Если в кадре было обнаружено движение, то регистратор пишет 1 секунду до события и 30 после, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь. При подключении, когда двигатель выключен, комплект проводов используют для обеспечения непрерывного питания видеорегистратора и защиты аккумулятора вашего автомобиля от разряда. Ребят, проще говоря, не высаживает аккумулятор, но при появлении движения берет кратковременное питание для записи видео. Максимальное качество записи видео 2560 на 1440 при 30 кадрах в секунду. У Xiaomi запись 2592 точки на 1944. Ребята, и, пожалуй, самая интересная часть видео, конечно же, важна съемка. Как снимает. Сделали несколько стоп-кадров одинаковых. И Vio 4, и Xiaomi 70Mai. 70Mai здесь. Vio 4 отображается здесь у нас. Смотрим первый кадр. Xiaomi выглядит гораздо ярче. Гораздо лучше. Угол обзора больше. Даже смотрим на зелень. Смотрим на красную футболку. И вот смотрим, даже здесь виден столб для калитки. Смотрим Vio 4. Здесь уже не так все однозначно. Немножко столба нет. Зелень похуже. Футболка в целом выглядит похуже. Но не спешите. Давайте приблизим. Смотрим Xiaomi. Акцентируем внимание на надпись Card Blanche. На в целом лицо. И также вот здесь присутствуют некие хроматические аберрации, так называемые. Это синие такие засветы. Вот они здесь присутствуют. Краснота ушла в синеву, так сказать. Но в целом картинка выглядит неплохо. Смотрим Vio 4. Немножко футболка уже не красная. Но деталей все-таки мне кажется больше. Процентов 5 я бы отдал, что лучше сохраняет детали Vio 4. Но по качеству Xiaomi смотрится лучше. Давайте смотреть следующий кадр. Там уже будет более понятно. Смотрим Xiaomi 70M. Здесь два автомобиля у нас. Отличная, сочная, яркая картинка. Красные цвета здесь, зелень хорошая, забор зеленый. Все отлично. Приближаем номер. Смотрим. Видно прекрасно. 0, 0, 83 Каи. Следующая машина. Вот здесь на Opel уже не все так однозначно. Я уже знаю, что здесь написано 848. Но если первый раз смотреть, то может быть и невозможно будет прочесть, что здесь написано 848. 17Х машина без движения, расстояние по бордюркам можно приблизительно посчитать сколько. Смотрим кадр от Vio 4. Здесь цвета блеклые, не такие яркие. Забор не такой зеленый, красный люкобонд, не такой уже красный. В целом выглядит немножко блекловатей картинкой. Кто первый раз смотрит, конечно же, отдаст предпочтение. Да, Xiaomi смотрится круче. Но, приближаем номер, смотрим. Этот номер также читается отлично. 0, 0, 83 Каи. Но здесь уже Opel у нас выигрывает 848. 17Х смотрится идеально прочесть. Можно и однозначно меньше шумов и пикселизации. Возвращаемся обратно к Xiaomi. Смотрим картинку. Еще раз. Я думаю, тут лишние комментарии будут мои, потому что действительно, да, проигрывает однозначно. Не сказал бы я, что прям очень сильно еще раз Vio 4, но тем не менее, качество процентов на 15 точно в определении деталей лучше у Vio 4. Следующий кадр даст нам понять уже гораздо большую картину. Здесь несколько автомобилей. Присутствует отличный кадр. Первая движущаяся машина приблизительно 60-50-60 км в час. Сейчас Deo номер прочесть можно, да, 2396, по-моему, E-I. Смотрим следующий автомобиль Hyundai. Здесь с номером все в порядке. И впереди автомобиль. Здесь уже возникают проблемы с читаемостью, да, 3 семерки, возможно, написано. Буквы прочесть вообще невозможно. И последний автомобиль точно уже ничего не видно. Смотрим этот же кадр Vio 4. Здесь Deo считается номер отлично. 2396 вообще без помех. Также проблем не возникает с Hyundai. И уже мы можем прочесть информацию на вот этой вот Lada. TO722AN. Последний автомобиль остается у нас нечитаемый, слишком далеко находится. Но, тем не менее, опять процентов 15-20, да, выигрывает у нас видеорегистратор Vio 4. Еще раз для понимания, быстро смотрим максимальное приближение автомобиль Deo, да, 2396. Это мы сейчас смотрим Vio 4. Возвращаемся к Xiaomi. К Xiaomi возвращаемся. И смотрим здесь. Да, здесь уже все поплыло. Однозначно номер прочесть очень сложно. Еще раз Vio 4. Картинка лучше. Так что вот такие дела, друзья. И ночной кадр, акценты. Делаем также номер. Здесь детали подсвечены. 70 мои. Номер для ночной съемки читается отлично. N5260MN. Видеорегистратор находится, я бы сказал, в бюджетном ценовом сегменте. 2К видеорегистратор. Метров 10 до автомобиля. Полная практически темнота. Все отлично. Топ за свои деньги. Безусловно, Xiaomi 70 мои красавцы. Однозначно за такую цену сейчас даже встречается 45, 50 долларов, 54. Круто. Приближаем, смотрим, да, видно. Смотрим следующий кадр Vio 4. Картинка немножко выглядит помягче, так сказать. Но номер опять читается получше. Максимальное приближение, пикселизация N5260MN. Полностью картинка, да, смотрим и возвращаемся на Xiaomi. Здесь, когда мы приближаем, гораздо больше шумов. Все такое сплылось. Деталей меньше. И это же касается даже этого, если взять знак, да, здесь у нас висит. Его уже очень-очень плохо видно. Возвращаемся к Vio 4. Здесь мы уже четко читаем 50, да. У нас хороший кадр получился. 50 акцент. И где у нас там Xiaomi? Здесь уже не так все хорошо. Опять же и детали здесь. У Xiaomi потерялись немножко в тенях. Здесь гораздо получше выглядит. Хотя и угол обзора меньше. Вот такие вот дела, друзья. Я не хочу сказать, что Xiaomi проигрывает однозначно. Однозначно он стоит в два раза дешевле, чем Vio 4. Но Vio 4 снимает лучше. Я не хочу сказать, что это в два раза лучше, поскольку он стоит в два раза дороже. Но снимает он однозначно лучше. Плюс здесь меньше заморочек с GPS-функциями. Уже скорость отображается, штампы, все хорошо. Xiaomi, если приобретать русской локализации, не поддерживаются голосовые команды. И опять же все остальные функции ADAS не работают в наших странах пока. Возможно дальше допилят, но уже прошел год, не пилят. Друзья, ну и что же в итоге? Безусловно, оба регистратора хороши. Я не сравниваю их очень глубоко, а чисто по картинке. И вы видели разницу. Иногда даже 5-10% качества могут сыграть важную роль. А для большинства хватает того, что может 70 маи. Не забудьте поставить лайк, если видео хоть немного было для вас полезным. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Впереди много интересного. А скидка и ссылка в описании. Уже пишем новый ролик. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...